Российские калибры Иониксы признали бесполезными. 13 декабря 2018 года. Ланта Бро. Российские калибры Иониксы признали бесполезными. Ракеты комплекса «Калибр», источник изображения, Министерство обороны РФ, РИА новости в ВМФ России сложилась необоснованная надежда на противокорабельные ракеты. ПОК пишет в статье «Подлодки на убой» на страницах военно-промышленного курьера военный эксперт Максим Климов. Специалист полагает, что российский флот во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил. Эксперт приводит пример с корветом проекта 20380 и фрегатом проекта 22350, в которых отсутствует многопозиционная работа гидроакустических средств. С учетом состояния вопросов скрытности, гидроакустики и общей оперативной обстановки в большинстве тактических ситуаций бой будет начинаться с внезапной атаки на нас. В силу значительного отставания в торпедных вопросах у нас сложилась необоснованная надежда на ПОК, к ним относятся, в частности, калибры Ионикс и Прим. Ленты, РУ. Однако с момента старта первый ПОК наша лодка фактически теряет скрытность, после чего сильный противник устроит ей облаву с авиацией, считает Климов. Специалист признает, что в настоящее время имеются технические возможности выполнения скрытных торпедных атак из-за пределов зоны противолодочной обороны цели, однако это реализовано в западном оружии, а не российском. У нас же возникает острая проблема шумности используемых торпед. Фактически вопрос стоит так, реально ли с учетом возможностей нашей промышленности выполнить перспективные требования по малошумности торпед калибра 53 сантиметров или необходим переход на больший калибр, заявляет эксперт. По его мнению, создание российских атомных подводных лодок пятого поколения Хаски лишено смысла, если не будет решен вопрос о малошумности торпед. Облик и эффективность оружия, определяющие параметры перспективных подводных лодок. Мы же, не имея удовлетворительных ответов ни по оружию, ни по скрытности, уже активно осваиваем бюджетные средства на проектирование лодок пятого поколения, заключает Климов. В декабре Климов заявил, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. 12 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат ЛЕНТО РУ. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.